Уже неделю я прожил без социальных сетей. И прожил спокойно. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Давно в моём иютном видеодневничке не было болтовлогии. И, наконец, вы дождались. Сегодня болтовлогия на самые разные темы. С чего начать? А начну я с того, что моя небольшая коллекция фотографических аппаратов пополнилась вот этим вот фотографическим аппаратом «Зоркой-5». Выпущен он в 1953 году века минувшего. Он дальномерный и из достаточно редкой серии с красной надписью. На нём выдвижной объектив «Индостар-50», фокусное расстояние 5 см, относительное отверстие 3,5 см. Фотографический аппарат использует 35-миллиметровую плёнку. Конечно, ему нужна профилактика. Но вот такой вот подарок. То есть, обратите внимание, фотоаппарату получается 67 лет. Внешнее состояние очень хорошее. Затвор нуждается. В профилактике. Но теперь нужно рассказать о жизни без основных социальных сетей. На время Филиппова поста, рождественского поста, то есть с 28-го дня ноября по 8-й день января, я отказался от социальных сетей, то есть от Фейсбука, Вконтакте, Инстаграма и Твиттера. Одноклассниками я не пользуюсь. Туда лишь репостом идут мои ролики с уютного ютубчика, а вот от ютуба я не отказывался, как вы видите. Я, по-моему, уже говорил, что посмотрел несколько роликов с так называемыми челленджами, то есть вызовами. На такое-то время бросаю социальные сети и почти все дружно пишут, что удалили со своих компьютеров, телеофонов, планшетов эти самые социальные сети. Я не понимаю, зачем это нужно делать. Ведь достаточно просто не входить в них. Хотелось ли мне за эту неделю войти хоть в одну из перечисленных социальных сетей? Вы знаете, как ни странно, абсолютно нет. Ведь я сказал сам себе, что до Рождества на время Филиппова поста я не буду этими самыми социальными сетями пользоваться. Осталось чуть больше месяца. Время от времени я буду в своих видеодневничках об этом упоминать. И, даст Бог, я благополучно эти 40 дней выдержу. теперь отвечаю на традиционный незаданный вопрос какие у вас творческие планы. А творческие планы у меня огромные. Вот такие вот. Вот такой вышины, вот такой ширины. и один из первых прожектов, который находится на стадии завершения, это большая антология стихи о Камчатке. Куда войдут стихотворения, посвященные Камчатскому полуострову, людям Камчатки, быту Камчатки, природе Камчатки. И первое стихотворение, которое войдет в эту антологию, датируется 1854 годом, последнее 91 годом 20 века. Основными источниками текстов являются различные газеты, периодическая печать, только несколько стихотворений, взятые из журналов и из редчайших книжных изданий. Но это не точно. На самом деле, я как-то говорил в одном из выпусков своего видеодневничка, что Камчатка не дала русской литературе ни одного великого поэта. То есть все стихослагатели наши абсолютно локальны. Но тем не менее, это не повод, чтобы отказываться от огромного количества текстов, которые имеют значение с точки зрения истории литературы, с точки зрения краеведения и с точки зрения общего культурного фона. Несколько лет ваш покорный слуга вместе с женой, естественно, вместе с Статьяною. Перелопачивал ветхие, старые, пожелтевшие подшивки газет и в результате объем антологии уже определен. 640 страниц. Вот такая вот книга. Я надеюсь, что с божьей помощью эта антология выйдет в свет ближе к лету 2021 года, а сейчас я чуть-чуть прочитаю вам то, что войдет в эту антологию. В 62-м году века минувшего в Корягской окружной газете было опубликовано стихотворение Анатолия Радыгина «Камчатка». Оригинальное название, не правда ли? Но я думаю, это стихотворение сейчас мало кому известно. К югу очень просторной, к северу суженной, полуостров дремлет, как он похож на простой, на зазубренный, но заслуженный, на широкий шкирятник, рыбацкий нож. Он с востока работой выщерблен здорово, в белой кости снегов его черенок, но от мыса лопатка до крутогорова безупречно отточен его клинок, будто парень, раскосы сдвинув брови, пошабашил, бросил нож, закурил, истекает копьями рыбьей крови, в океан с острия цепочка курил, чертыхнулся в полголоса, вот досада, непокорно корявым пальцем трава, и как стружки моряцкого самосада обронил командорские острова. Этот нож привычен в поморском деле осторожно пороть седые меха, ровно резать хлеб и ячейки дели, и трясочь ежиженная потроха. Он чеканкой вулканов покрыт рибою, полюбуйтесь, географы, как хорош, как он годен к труду, а придется и к бою этот добрый, тяжелый рыбацкий нож. Вот такое вот стихотворение Анатолия Радыгина. Теперь четыре строчки, четыре, из одиозного стишка Камчатского казенного стихослагателя Евгения Сигарева. Такси на расхват по вызовам и нет в автобусах мест, торопятся все к телевизорам, будут транслировать съезд. Этот стишок сначала был опубликован в 86 году века минувшего в день открытия 26 съезда Коммунистической партии Советского Союза. Сегодня второй день работы 27 съезда Коммунистической партии Советского Союза. В 10 часов утра в Кремлевском дворце съезда началось утреннее заседание. А теперь внимание, следите за руками. Этот же стишок был опубликован несколькими годами позже, в день открытия первого съезда народных депутатов СССР. Кто за то, чтобы дать депутату Сахару пять минут для выступления, прошу поднять мандаты. Впрочем, чего ждать от флотского политрука, от коммуниста, от ГБшника? Ладно, и напоследок стихотворение из последнего, из финального раздела книги, в котором в разделе собраны стихи авторов, которые не жили на Камчатке, которые лишь приезжали сюда. Стихотворение Джеймса Паттерсона «Загадка». Кто такой Джеймс Паттерсон? Если вы помните старую советскую фильму «Цирк», то это тот самый черномазы малыш, тот самый негритенок, которого тетешкал на руках Соломон Михоэллс. Мальчик вырос, мальчик стал советским поэтом. Итак, стихотворение «Загадка», опубликованное в 68-м году века минувшего в Камчатской правде, стихотворению предпослан эпиграф из инструкции Петра I, данной 6 января 1725 года. Вот такой эпиграф. На оных ботах плыть возле земли, которая идет на норд, и по чаянию по нежеонной конца не знают, кажется, что та земля часть Америки. А теперь само стихотворение «Загадка». В плену неистовой фантазии Гадал усами шевеля, Соединяется ли с Азией американская земля. Бывало и того почище стихия ненависть слепа, и наяву тугие днища трещали словно скорлупа. Гигант в далеком Петербурге он знал, надеясь на успех, не раскусить ни в русском духе тот неподатливый орех. Пусть гибель близкая грозила, и налетал норд-острем мглав, и мгла туманная скользила, сворачивала скакудав, не ради почестей и денег, а прославляя Русь, вели упорно Чириков и Беринг к разгадке трудной. Корабли. Еще раз напомню вам, что антология стихи о Камчатке, если все благополучно сложится с Божьей помощью, выйдет в свет ближе к середине 2021 года. Новости об этом вы узнаете из будущих выпусков моего уютного видеодневничка. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать от меня что-то новое о камчатской культуре и вообще наблюдать за моим бытом. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите ваши комментарии внизу, под роликом, вот там, вон там. мне очень интересно знать, что вы думаете, глядя в выпуски моего видеодневничка. Задавайте вопросы, я на них постараюсь ответить. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам стало интересно, и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации, которые вы не будете пропускать, новые ролики на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться, из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны? колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы, аплодирую вам. До свидания.